Представьте разницу, если бы вы были рождены в другой семье и ваши пустые болванки были наполнены другой субстанцией, вы бы были другие. Это говорит о том, что ваш выбор, сознательный или бессознательный, подразумевает, если вы научились тому, чему научились здесь, значит у вас есть все возможности. И главное желание, чтобы переучиться, дополнить, одно убрать, другое взять, отстроить, научиться управлять этим. И тогда ваша жизнь будет настолько предсказуема, настолько управляема, и как созидание основа. Страх это то, что мы хотим и не можем себе позволить. Это всегда. Как это зарождается, чтобы вы понимали, это очень важно. В семье, вот малая чаша, в семье до действия, любое ваше хочу, ваш взгляд физический, сразу всегда искал, как это делают ваши близкие люди. Плюс ваша природа, интервальная зависимость. И зарождалась система, кто-то говорить начинает, если позволяли, кто-то действовать начинал, если возможность такая была. А кто-то не действовал, не говорил, а включал сразу ожиданку. Почему люди такие слабые? Потому что уровень силы, который на них давит, уровень замысла, который им на голову одевается, сценарий в жизни мамы, папы, дяди, тети, любых близких людей, которые с вами находились постоянно, он подразумевает силовую нагрузку. Это те ситуации, это те слова, это те действия, которые на вас оказывались постоянно. Противодействие, которое мы в себе взращиваем, оно имеет в виду вот это наполнение восьми ролей. Вот любое ваше хочу всегда или исполняется, и это является задачей, вы просто знаете, как сделать. У вас есть вариант, вас научили, у вас есть навык. Вы идете и делаете. И точно знаете, что вам это нужно. Почему все, типа просветленные люди рассказывают, что все истинные желания исполняются. И дальше вы никуда не падаете. Если нет навыка, если нет варианта, начинается включаться надежда, как оправдательная база, интересно, кто это может сделать за меня. И это всегда распределение, всегда. Мы сразу включаемся из расчета того, кто это может сделать, а что мне нужно для этого сделать. И тогда открывается наша вот эта персонализация. Мы начинаем кто-то улыбаться, кто-то надуваться, кто-то убегать, кто-то как-то показывать, то бишь мотивировать человека, чтобы он это сделал для меня. И с этого момента идет дополнение копии поведенческой модели, которую мы видели в семье. И плюсом своя природная история. И вот эта чашечка, как мне тут девушка одна рассказывала, вот чашечки, говорит, я никак с ними разобраться не могу. Так вот, эта ваша моделирующая форма жизни из восьми ролей, из восьми болванок, до момента действия сформируется из расчета, я буду копировать, потому что мама так делала, или потому что папа так делал. Это бессознательно, это неосознанно, но это становится как действие, это называется лингвистическая двигательная цепочка. Что это такое? Я говорю, или я делаю, или я думаю. На уровне бессознательном это одно и то же. Если человек думает, значит он считает, что это уже все сделано. Если он сказал, значит он уже это все продумал, типа того это само собой разумеющееся. И так человек варится вот именно здесь, в этой чашке, до определенного возраста. Принцип жизни человека в автомате. Кто-то всегда у меня виноват. Первое, виноват человек. Если мы человека не находим, всегда виновата система, то бишь ситуация. Семья, работа, две подружки, соседка Маша, Клара, не знаю, все. Человек себя назначает типа виноватым в самую последнюю очередь и крайне редко. Как только я ставлю противовес, я слабая, он виноват, я отдаю ему все, управление, создание, силу свою, все отдаю. Я говорила, человек, который предает. Предает конкретно или человека, или ситуацию. Он становится бессильным, потому что отдает все этому человеку. Почему люди, которые предатели, они всегда слабые. Сначала нужно предать себя. Так вот, я не могу, потому что она меня или он меня не научил. Тому, на кого вы это декларируете, вообще до звезды. Он научил или научила, или показала, или дала только то, что смог. Человек начинает соприкасаться с успехом, то бишь с победами. Когда ему хочется жизни, включается кураж на уровне осмысления скорости. Когда меня мотивирует, я говорю, вы знаете, еще раз, пожалуйста. Я что-то плохо поняла, вы что хотите. Люди не осознают, что они говорят и что делают. Чем быстрее человек крутится, как юла, тем медленнее вы должны быть. Состояние задавания вопросов – это всегда клинящая система. Если вы никогда никуда не торопитесь и четко различаете, вас нельзя сдвинуть с точки опоры. Что такое точка опоры? Продолжение следует... Продевается сценарий в жизни мамы, папы, дяди, тети, любых близких людей, которые с вами находились постоянно, он подразумевает силовую нагрузку. Это те ситуации, это те слова, это те действия, которые на вас оказывались постоянно. Противодействие, которое мы в себе взращиваем, оно имеет в виду вот это наполнение восьми ролей. Вот любое ваше «хочу» всегда или исполняется, это является задачей, вы просто знаете, как сделать. У вас есть вариант, вас научили, у вас есть навык. Вы идете и делаете. И точно знаете, что вам это нужно. Почему все, типа, просветленные люди рассказывают, что все истинные желания исполняются. И дальше вы никуда не падаете. Если нет навыка, если нет варианта, начинается включаться надежда, как оправдательная база, интересно, кто это может сделать за меня. И это всегда распределение, всегда. Мы сразу включаемся из расчета того, кто это может сделать, а что мне нужно для этого сделать. И тогда открывается наша вот эта персонализация. Мы начинаем кто-то улыбаться, кто-то надуваться, кто-то убегать, кто-то как-то показывать, то бишь мотивировать человека, чтобы он это сделал для меня. Вот жертва – это сигнальный инцидент о том, что мне нужно прогнуть себя. И это уровень ощущения всегда, телесного ощущения. Еще ничего не видно, еще ничего не происходит, а мне уже тревожно. Значит, кто-то своими мыслями по отношению к вам уже что-то задумал. И вот эта вот тревожность, вот эти все панические атаки – вот это только ощущения, потому что уже надрессированы так, что уровень страха, он уже начинает как птица в клетке в нас биться. И еще вот человек, который к вам идет, он еще рта не открыл, еще действия не сделал, а у нас уже страшно. Это ваша моделирующая форма жизни из восьми ролей, из восьми болванок до момента действия формируется из расчета «я буду копировать, потому что мама так делала» или «потому что папа так делал». Это бессознательно, это неосознанно, но это становится как действие, это называется лингвистическая двигательная цепочка. Что это такое? Я говорю или я делаю или я думаю. На уровне бессознательном это одно и то же. Если человек думает, значит он считает, что это уже все сделано. Если он сказал, значит он уже это все продумал, типа того это само собой разумеющееся. И так человек варится вот именно здесь, в этой чашке, до определенного возраста.